Деловые, официальные, личные. Почти 150 тысяч писем получили организаторы всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Школьники присылали произведения пистолярного жанра из всех регионов России и даже стран ближнего зарубежья. Клин громко заявил о себе в номинации «У меня дома живет амурский тигр». На прошлой неделе большая делегация из нашего города приняла участие в церемонии награждения победителей в Москве на ВДНХ в комплексе «Моя история». Подробности в следующем сюжете. Одни писали письма, другие иллюстрировали. Всего в нашей команде победителей и лауреатов 45 воспитанников Дома детского творчества и учеников из разных школ района. Необычная тема для клина «История в письме или на бумаге в красках» об исчезающем виде амурском тигре нашла самый живой отклик у юных клинчан. Амурские тигры – это вымирающий вид животных. И, как уже известно, Российская Федерация взяла за них контроль. Она следит за их вымирающим видом. И для амурских тигров это сказывается хорошо. Цель конкурса – возродить навыки эпистолярного жанра. Как и чем тут писать не столь важно. Ручка или клавиатура компьютера – каждый выбирал то, что ближе. Важно, о чем рассказывали в письмах и то, что делали это грамотно. Очень многие классики в разной интерпретации, но фактически выражали одну и ту же мысль. Неграмотный, не читающий, не образованный человек – это фактически потерянный человек для общества. И поэтому я в сотый раз буду повторять, что все начинается с детства. Все начинается с возможности дать нашим детям достойное, хорошее образование. Грамотно и интересно написать или красиво изобразить. Анна Сильченкова – один из лауреатов конкурса. Воплотила мысли на заданную тему в рисунок. Воспитанница ДДТ пять лет занимается живописью. Природа – одна из любимых тем. Тигра я рисовала в любимой технике пастелью. Хотела сделать то, что у девочки был тигр, и она его воспринимала как котенка. И играла с ним вместе в парке, дома. Работы были добрые, душевные, красивые, качественно выполненные. Видно было, что это работы сделаны от души. То есть детям эта тема интересна, несмотря на то, что тигр находится очень-очень далеко. Проект найдет свое продолжение. Значительная часть творческих работ клинских школьников будет использована в книге. Ее издает Фонд социально-культурных инициатив Светлана Медведевой.